Готовность региона к проведению летней оздоровительной кампании 2024 обсудили во вторник в региональном правительстве. В настоящее время началась проверка готовности учреждений отдыха и оздоровления к летнему периоду. Все подробности в первом материале выпуска. Летом 2024 года в регионе планируется открытие 935 организаций, на 71 больше, чем в 2023, где различными формами отдыха обеспечат около 70 тысяч детей. Это на 3,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Игорь Руденни подчеркнул, за время оставшейся до начала летних каникул важно обеспечить подготовку учреждений к приему детей, включая соблюдение санитарных требований, укрепление комплексной безопасности загородных лагерей, ремонт помещений, подготовку руководителей и вожатых, организацию качественного питания и медицинского обслуживания детей. Это три месяца очень ответственны работы взрослых, подчеркнул губернатор. В этом году увеличилось количество школьников, которые мы планируем будут находиться на летнем оздоровительном отдыхе. Особенно важно, что существенно растет количество лагерей труда и отдыха, в которых дети могут не только интересно отдохнуть, но и с пользой провести каникулы. И, как это мы с вами обсуждали, получить еще и трудовые навыки. Нам необходимо сохранить данные тенденции и в текущем году. В этом году будет увеличен охват лагерями труда и отдыха. Предполагается работа 351 организации такого формата, где время с пользой проведут свыше 5000 ребят. Мы сегодня очень важные вопросы обсудили, вопросы воспитания в детском лагере, вопросы трудовой деятельности. Кстати, тоже очень хотелось бы отметить Тверскую область и значительный скачок в увеличении количества лагерей труда и отдыха. По сравнению с прошлым годом миссия важная действительно. Подростков нужно привлекать, приучать к труду, давать возможность детям подзаработать. Нужно приучать действительно к высокому квалифицированному труду. Они смогут получить профессиональные навыки и знания на предприятиях различного профиля, в учреждениях культуры, образования, организациях бюджетной сферы. Также школьники смогут отдохнуть в лагерях дневного пребывания, палаточных и загородных оздоровительных лагерях. Смогут поучаствовать в походах, побывают в федеральных детских центрах. Губернатор обозначил ключевые направления работы с подрастающим поколением во время летней кампании. Особое внимание требуется уделить профориентационным мероприятиям, военно-патриотическому, спортивному, культурному воспитанию. Приоритетным Игорь Рудене назвал общение детей и подростков с участниками спецоперации. Запланированы региональные смены Орлята России. Разработаны профильные смены движения первых, рассчитанные на ребят в возрасте от 7 до 18 лет, в загородных учреждениях и лагерях дневного пребывания. В этом году в нашем регионе состоится 17 профильных смен движения первых. Мы рекомендовали каждому субъекту нашей страны провести минимум 5 смен в этом отношении. Тверская область впереди, вы молодцы, целых 17 профильных смен. Самые различные, это и патриотические, и творческие, и образовательные, и научные. Право выбора есть непосредственно у каждого лагеря, который в этом году станет для нас базовым. Отдыхом и оздоровлением обеспечат ребят, нуждающихся в особой заботе. Это дети участников специальной военной операции, ребята с ограничениями по здоровью, сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Губернатор поручил включить в зону повышенного внимания и многодетных семей. Им также нужно оказать поддержку в организации отдыха детей. Предполагается, что регион этим летом примет в гости юных жителей из других регионов России. Традиционно к нам приедут в гости жители Бердянска, маленькие. Сейчас мы приняли решение к нам, дополнительно к нашим ребятам приедут ребята из Орска, где было, из зоны наводнения. Ну и, конечно, дети из Белгорода. Потому что мы договорились, эта работа уже началась, что там очень непростая ситуация. И поэтому мы считаем, что мы могли бы у себя тоже в течение летнего периода, чтобы с этими молодежью позаниматься. На особом контроле создание несанкционированных лагерей. Действует рабочая группа по выявлению и недопущению работы в Тверской области таких площадок.